Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать три классные задачи от заслуженного тренера СССР по шашкам Юрия Петровича Барского, который, кстати, был тренером неоднократного чемпиона мира и чемпиона СССР по стоклеточным шашкам Исера Купермана. В этой позиции черные нападают на шашку белых Е5 и предлагают ничью. Но, на самом деле, белые здесь красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белый. Я над этой позицией ломал голову, ну, минут пять. Тяжелая позиция, на самом деле. Непонятно, как выигрывать. Показываю выигрыш. Белые отдают шашку и играют дамкой Д6 на Ф4. Какая идея? Если черные сыграют дамкой на любое поле, срединное, то есть неважно куда, белые отдают дамку, затем играют HG5 и черным некуда ходить. То есть, если черные занимают одно из срединных полей, то выигрывают прием, так называемый, трамплин. Отдаем шашку и побеждаем. Если черные ставят дамку на поле G7, тогда выигрывают трамплин, но уже в другую сторону. Вот таким образом побеждаем. Ну и, наконец, если черные в этой позиции играют HG7, тогда выигрывают прием трамплин и прием столбняк. Отдаем одну шашку и забираем две. И черным некуда ходить. Остается только сдаться. Так, рассмотрели первый вариант. Если черные в этой позиции вместо хода по срединным полям играют, допустим, на поле А1, ну и здесь также выигрывают ход HG5. Все то же самое. Вторая позиция. Ход белых. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Здесь выигрывает небольшая комбинация. От этой позиции я ломал голову около минуты. Но здесь выигрыш попроще. Вначале красиво жертвуем дамку. Затем отдаем две шашки. И ставим дамку. Черные вынуждены бить шашку. Тогда мы бьем дамкой по большой дороге. И черным некуда ходить. То есть на единственный ход. Еф2. Отдаем шашку и ловим дамку. И шашку черных. С выигрышем. Следующая позиция. Если бы в той предыдущей позиции черные сыграли HG7. Снова ход белых. Попытайтесь найти выигрыш. Друзья, над этой позицией я ломал голову 20 минут. Даже больше. Но так и не смог найти выигрыш. Вот эта позиция настоящий вынос мозга. Кстати, предлагаю всем шахматистам, которые считают, что шашки это простая игра. Попытаться решить ее. Тогда вы поймете на самом деле, что такое шашки. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно. Кто не решил, даю подсказку. В этой позиции надо сделать тихий ход. Сейчас комбинации не проходят. Нет комбинации в этой позиции. Показываю решение. В начале играем дамкой на поле D8. Теперь, если черные играют на поле H8, то слово выигрывает комбинация, как в предыдущем примере. Отдаем дамку, две шашки. Ставим дамку. Ну и побеждаем. Это мы уже видели. Так. Если черные играют дамкой, допустим, на поле F6, тогда здесь выигрывает уже комбинация. Отдаем две шашки. И вот здесь выигрывает присоска. ДЦ3. Ну и как бы черные не побили, белые побеждают. Красиво. Так. Если черные в этой позиции играют на поле А1, тогда здесь надо сыграть дамкой на поле B6. В чем идея? То есть, если сыграют дамкой на поле H8, то снова выигрывает комбинация DC7 и FG3. Если играют на F6, то снова выигрывает комбинация FG3 и DC3 с выигрышем. Вернее, здесь просто FG3 и побили. Так. Если черные в этой позиции играют, допустим, на G7, тогда здесь тоже выигрывает удар FG3 и белые побеждают. То есть, у черных в этой позиции остался единственный ход. Сыграть дамкой на F8. Здесь тоже, кто не решил, поставьте видео на паузу, попытайтесь найти выигрыш тут. Тоже довольно-таки неочевидный. DC3. То есть, нельзя черным нападать с поля D6. Тогда дамка черных, видите, гибнет. И белые побеждают. Допустим, побьем сюда с выигрышем. Также нельзя в этой позиции играть дамкой на C5. Потому что белые здесь проводят комбинацию. CB4, CB2, FG3. И красиво выигрывают. Ну и на А3 тоже нельзя вставать. Здесь также выигрывает комбинация. То есть, отдаем CB2. Затем FG3. Бьем. И побеждаем. Ну и последний вариант в этой позиции. Если черные возвращаются дамкой на поле G7. Тогда играем CB2 и стоит угроза. FG5. Поэтому у черных единственный ход. Сыграть дамкой на F8. Ну и снова белые побеждают с помощью комбинации CB4. Затем FG3. И... Черным остается только сдаться. Поздравляю вас. Очень красивая партия. Очень. Поверьте, я кое-что видел на своем веку. Поздравляю. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо. Продолжение следует...